Соправдный кошкин дом побудовали у Могилёвским профессийным агролесотехничным колледжем Орловского. У им знайшли притулок некольких кошечек. Доглядают их работники и наученцы колледжа. До слова, тут наладили и супрацовництво с группой допомоги бездомным живелым. С подрабязностями наши корреспонденты. Кошка Даша одна из некольких, что знайшли притулок у Могилёвским агролесотехничным колледжем. У Кожны живел и свой склад данный житёвый шлях. Под опеку их узяли работники колледжу. Доглядают и кормят. Зараз побудовали для их домики, які различны на неколькі семья у Хвостатых. Два уровня домика. Да, два уровня. Первый, как говорится, этаж второй. С первого, чтобы лестнику сделать, чтобы могли подниматься на второй этаж. Сюда могут поместиться, как говорится, два кота, могут в одно залезти. Там будет место хватит им. У нас был, как говорится, факультатив. И делали примерно 4 дня. У колледжа сподяются, что домы для котов только часовое жильё. Идеальный вариант. И его тут практикуют. Колледжи велось, находят постоянный притулок. Более 15 кошек только в этом году было отсюда взято домой учащимися и работниками колледжа. И пример в этом деле подаём им и педагоги. Мы свою лепту вносим в это деле, чтобы это был пример не только для колледжа, для учащихся и работников колледжа, для всех жителей нашей страны. Вот домик – это первый этап. Летом заявилась у колледжей собака по мянушце рыжая. Сегодня она живет у одним из вольеров. Розницу помеж былой рыжей и теперешней зауважили все. Вот видите, какая еда у неё. Котлеты уже не есть. Котлеты она уже не хочет. Косточки любит погрызть. Вот это она любит. И ласку любит. Доброе ставление до живёв – обовязок цивилизованных человеком. Упэлнены у Агролесотехническом колледже. И то, и як мы выконваем этот обовязок, покажет к сталости громадства. Катярина Балукова, Александр Тарасов. Новины. Регион. Регион.